Всем привет, это Павел Белинский и с вами Бегущий Человек. А тем временем дети чиновников ни в чем себе не отказывают и спокойно путешествуют, бывают даже в странах НАТО, где, как говорится, живут одни пидосы, нас предатели и вот эти вот любители интердиционных сексуальных ориентаций. Дочь главы разведки Нарышкина Вероника отдыхала в стране НАТО Турции на Сейшелах и Бали в отеле Ночь, где обойдется вам минимум в 500 долларов. Новый 2023 год она встретила в Дубае. Точка Шойгу Ксения на новогодние каникулы тоже полетела в Дубай, становилась мужем в отеле KSARS Place Dubai за 500 тысяч рублей. Сын сенатора Джабарова, известного своими антиамериканизмом, почему-то ездит в США, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, а также европейскую Норвегию и Швецию. Невестка главы Софеда Матвиенко Юлия на Новый год также отправилась на Мальдивы и встретила его в отеле Вальдорф-Астория, где одна ночь стоит примерно 3000 евро. А невестка депутата Госдумы Жукова отдыхала в ЕС в Греции, а на Новый год отправилась на Бали. Сотрудникам ВК приказали вернуться в РФ под угрозой увольнения. Руководство ВК-групп под угрозой увольнения потребовало вернуться в РФ всех сотрудников, которые бежали из страны от мобилизации. Тем, кто откажется вернуться, предлагают искать себе новую работу. Руководителям отделов велели вернуть удаленных сотрудников в РФ под предлогом безопасности и желание исключить утечки в компании, пояснил другой собеседник в менеджменте ВК. По словам источника, официально объявить о решении вернуть всех сотрудников в РФ компания собирается до конца первого квартала 2023 года. Основанием для увольнения тех, кто откажется, может стать закон Клишеса, который сейчас готовится. Он запрещает удаленную работу сотрудников некоторых сфер, в том числе IT. Реальной причиной для такого решения может быть подготовка к новой волне мобилизации. Если начнут хавать, родных покинувших РФ программистов они могут намеренно саботировать работу, считает один из источников. По его мнению, увольнения помогут избавить ВК от рискованных сотрудников. ВК работает в гибридном формате. График и формат работы специалистов определяется индивидуально, заявил РБК в пресс-службе компании. Также там уточнили, что некоторые специалисты обязаны большую часть рабочего времени проводить в офисе из-за доступа к определенным ресурсам, обеспечивающим безопасность данных пользователей, сотрудников и контрагентов. При этом источник РБК в компании отметил, что увольнять сотрудников не планируют, так как рынок испытывает дефицит IT-специалистов, но отметил, что часть сотрудников с допуском к критическим данным не могут работать и за рубежа, и в других компаниях. Таким сотрудникам предлагают либо вернуться, либо заниматься проектами, которые не подразумевают наличие доступа к важным данным, сказал источник. Анекдот дня. Бесплодный мужик из Германии заплатил соседу, чтобы он оплодотворил его жену, но все пошло не по плану. В одном из немецких городов Деметриус и его жена Траута очень хотели детей, но зачать их никак не получалось, потому что мужик оказался бесплодным. Тогда прибегли к крайним мерам. Пошли к соседу по имени Франц Маус, заплатили ему 2500 евро, чтобы тот оплодотворил жену. У соседа уже была жена и двое детей. Попробовать зачать ребенка пришлось целых 72 раза, но все равно ничего не получилось. Франк Маус пошел к врачу и там выяснилось, что на самом деле и он бесплодный, а все его дети оказались от другого мужика. Инженер из объединенной двигателя строительной корпорации «Сатурн», изображенный на календаре, со словом «точно измерять диаметр титалей не той стороной штанги циркуля». А потом они разрабатывают, производят и обслуживают двигатели для авиации, флота, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, морских и приморских промышленных объектов. Минобороны РФ заявило, что в Украине уничтожено 4 БМП «Брэдли». Только вот СМИ пишут, что «Брэдли» еще не поставили в Украину. Как минимум, это произойдет не раньше следующего месяца. Боевых действий на данном направлении противник потерял 11 танков, 17 боевых машин пехоты, в том числе 4 БМП «Брэдли» производства США. Мечты сбываются в Новый год. Об этом точно знает шестилетний костромич Савелий Тракай. Мальчик, чей отец погиб в ходе войны в Украине, также ведущая «Россия-1» анонсировала сюжет о том, как МВД дарит мальчику из Костромы, потерявшему отца на войне, дешевые смарт-часы и модель машины Следственного комитета. Гордимся, счастье, пацан доволен. Наряжена елка, приготовленный букет цветов, подарки и конфеты. В областном управлении МВД ждут героя дня. Савелий Тракай пришел на праздник с мамой Светланой и двухмесячной сестричкой Полиной. Еще двое братьев Филипп и Матвей остались дома. А папа Савелия погиб на Донбассе, защищая родную страну. Ты знаешь, что мечты всегда сбываются? Получить в подарок смарт-часы – такое желание мальчишка загадал перед Новым годом. И вот заветную коробочку генерал-майор полиции Александр Арапов передает Савелию. Это для нас большой сюрприз. Для Савелия спасибо, мы очень рады. Здоровья вам крепкого, успехов вам во всем, вам и вашим детям. Глава СКР предложил в приоритетном порядке отправлять на войну выходцев из Средней Азии. Более полумиллиона бывших жителей Средней Азии, получивших гражданское РФ, следует приоритетно направлять на войну в Украине, заявил слова Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Статистика говорит о том, что иностранцы массово получают российского гражданства, минуя военную службу. За последние пять лет его приобрели более миллиона лиц, прибывших из стран Средней Азии и Закавказья, в том числе 550 тысяч бывших жителей Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, сказал в интервью российской газете Бастрыкин. По его словам, в связи с этим нужно рассмотреть вопрос о приоритетном направлении натурализованных граждан для участия в выполнении задач специализированной военной операции. Он отметил, что с приобретением российского гражданства выходцы из Средней Азии получили не только права, но и обязанности. Также Бастрыкин напомнил, что у иностранцев есть возможность приобрести гражданство РФ в упрочном порядке, если они поступят на военную службу по контракту. Музыкант Борис Гребенщиков подробно рассказал о своей позиции по поводу войны в Украине. Часть средств от сборов билетов идет на помощь Украине. Вы знаете, я играл в Берлине у Бранденбургских ворот, и это мероприятие собрало 12 миллионов, худо-бедно, которое тоже пошло на помощь Украине. То есть это ваша позиция, Украине нужна помощь. Но смотрите, Россия варварски, чудовищно, непристойно напала на Украину, одно государство в центре Европы напало на другое. Весь мир молчит и стоит в сторонке и нервно курит. Вы всерьез можете считать, что можно общаться с людьми, которые выступают за уничтожение другой страны? Вы всерьез это считаете? Нет, я не считаю так, но может быть как раз вы отказались от того человека. Не было неожиданности, как раз меня это интересует. То есть вокруг вас все люди адекватные. У меня никогда не было фашистов среди друзей. Значит так даже, фашисты. Да, так это и есть фашизм. Уничтожение одной нации и другой по признаку культурной, национальной принадлежности. Это как не фашизм, фашизм. Они психически больные, но они имеют власть и поэтому они могут уничтожить, задавить танками, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице. Любого. То есть цели как таковой получается сегодня у России нет. Получается, что просто одержимый человек пустил войска на украинскую территорию просто для того, чтобы удовлетворить какие-то свои амбиции. Имперские замашки. Да. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо. До скорого ролика.